Народная славянская радио 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 И самое интересное, это процесс, который происходит при прорисовке вот этих изделий. Чувство совершенно уникальное. Когда ты начинаешь прокручивать вот эти пояски, причем самое интересное, что прокручиваются они, ты не карандашом или песочком по яйцу рисуешь, а наоборот, ты держишь карандаш жестко, а яйцо прокручивается. То есть мир крутишь как бы вокруг себя. Согласование, по всей видимости, происходит разных полушарий мозга и идет выравнивание. То есть такое ощущение, что когда ты работаешь с этим предметом, выравниваются какие-то меридианы, подключаются какие-то внутренние ресурсы организма, то есть происходят просто какие-то волшебные вещи. Для меня вот это стало таким очень интересным наблюдением, и мне очень хочется им поделиться, ну как можно большим количеством людей, потому что, на мой взгляд, вот этот подход, он помогает посмотреть на многие традиционные вещи, о которых мы часто говорим, которые мы часто там пытаемся как-то осмыслить, немножко с другой стороны. Вот смотрите, та же самая звезда Аллаты. Мы ее знаем, достаточно распространенное изображение, восьмилучевая звезда. По ней написано там достаточное количество текстов, даются какие-то расшифровки. Отчасти они связаны там с какими-то мифологическими изысканиями, что-то новодельные какие-то предположения. Но, тем не менее, в каждом случае рассматривается некое плоское изображение. Вот, я не знаю, мы в анонсе показали рисунок, когда на яйце прорисовывается вот этот самый Аллатырь, он изображается шесть раз, шесть пересечений получается. И таким образом, как бы, простраивая вот эту модель, мы фактически получаем не плоское изображение этой конструкции, а объемное. То есть, эта звезда повторяется шесть раз. То есть, звезда, у которой в плоском изображении восемь лучей, становится двадцати четырех лучевой. Марин, ты имеешь в виду, где яйцо... Интересный момент, мне кажется, имеет несущественное практическое значение. Вопрос к тебе, Марин. Вопрос слышишь меня, нет? На сегодня у большинства людей, и, кстати, я себя даже из них не исключаю, мышление такое биполярное и, ну, можно сказать, плоскостное. То есть, мы видим изображение плоским и практически так же о нем и мыслим. А с моей точки зрения, представление наших предков о мире, о взаимодействии с ним было именно объемным. То есть, была какая-то еще составляющая, которая давала объемное восприятие мира. С чем связываются и все дальнейшие шаги, когда ты мир воспринимаешь еще одним измерением, это сразу расширяет и кругозор. И вот это понятие о троичности, о нескольких мирах, о многослойности пространства и так далее. Вот у меня такое ощущение, что вся вот эта информация, она зашита именно вот такой схеме прорисовки, казалось бы, обычного предмета. Самое интересное, что вот в эту разбивку можно уложить практически любой тип орнамента. Там огромное количество изображений можно найти. Рыбки, звезды, свастики самые разные, триглавы. То есть, там еще и арифметика очень интересная получается при различных сочетаниях элементов. Кроме всего прочего, ну понятно, что там, где свастика, там еще и космогоническая схема. Так вот, еще один интересный элемент. Вот в анонсе есть изображение яйца с такими треугольниками, обведенными красным цветом. Вот еще один интересный такой момент. Правила старого счета. Это, ну вот если на пальцах считать, да, вилочка между двумя пальцами, то есть буквой В ставим, считалась как пятерка. То есть, если мы посчитаем вот эти вилочки на каждой руке, получается по четыре. Каждая рука, стало быть, означает 20 единиц чего-либо, две руки 40. Так вот, когда мы делаем разбивку яйца, вот таким образом, как изображено в анонсе, у нас получается 24 клина. И если считать эти клиния по 5 единиц, то мы получаем интересные числа. Значит, каждый клин, это три пятерки, 15. Стало быть, 24 на 15. Мы получаем, не много, не мало, 360. И есть упоминание о том, что яйцо называлось часовником. Часовник это, ну как календарь. У меня в коллекции, вот в моей уже личной, я, кстати, недавно в эфире даже его показывала, есть яйцо, которое вот именно как часовник и называется. И в определенных точках в нем прорисованы изображения Луны и Солнца. И таким образом можно использовать яйцо даже как календарик. Ну вот такие наблюдения и вот такая связь, на мой взгляд, очень интересны. И в силу того, что я все-таки занимаюсь архитектурой, мне показалась интересной вот эта тема в плане применения ее для работы, скажем так, на начальном этапе проектирования любого дома. То есть использование вот таких матриц, вот таких сеток при работе с пространством, при работе с, ну, я могу сказать, что вот в мою методику, например, входит работа со стихиями. И вот такая схема, такая сетка, она как раз очень хорошо укладывается вот в такое понимание. Но понимание уже более развернутое, нежели нам предлагают те системы, которые на сегодняшний день на слуху. Что касается крупного зодчества, то тема разворачивается еще более интересно, на мой взгляд. Потому что как в понимании вот этого небольшого предмета, но изображающего фактически всемирие, также вот эта схема проявляется и в понимании конструкции каких-то крупных сакральных сооружений. То есть мы имеем дело абсолютно четко с, ну, фактически сакральной геометрией. И если внимательно посмотреть на принципиальную схему, вот то, что в красных линиях в анонсе изображено, там можно увидеть элементы построения, которые приводятся во многих учебниках или каких-то книгах, рассказывающих именно о сакральной геометрии. Но еще один момент, опять же, в книгах и во всех этих источниках мы видим изображение, опять плоскостное. Попытка перейти в объем достаточно затруднительно представить, как это будет происходить. А через вот этот предмет мы сразу получаем объемное изображение. Вот я читаю вопрос, мне задают, удалось ли расшифровать смысл меридианов на росписях? Это представление наших предков о пространственной временной структуре нашей Вселенной? Или это прикладное календарное решение для нашей Солнечной системы? Возможно, это своего рода таблица умножения для хозяйственных целей. Я думаю, это и одно, и другое, и третье все вместе. Расшифровкой смысла меридианов, ну вот я и несколько моих еще соратников сейчас пытаемся заниматься. Выстраиваются достаточно интересные схемы. И смысловая нагрузка этих схем, ну, как мне представляется, разворачивается просто каким-то уже фрактальным явлением. Чем дальше ты туда залезаешь, тем больше каких-то интересных наблюдений из этого можно вывести. То, что касается пространственно-временной структуры Вселенной, ну, думаю, да. Другой вопрос, что как бы вот именно с этим предметом небольшое количество исследователей знакомо. Как ни странно, при том, что писанка распространена практически во всех славянских странах, вот в России ее очень мало знают. По крайней мере, до последнего времени у нее практически не упоминалось нигде. Хотя, возьмите любую из славянских стран, историю писанки там насчитывает не одно тысячелетие. На сегодняшний день наиболее как-то вот на территории России известна украинская писанка. Хотя, вот, та информация, которая у меня сейчас в работе на столе, это писанка Чехословакии, Моравии, Трансильвании. Ну, то есть, достаточно большого перечня стран с какими-то своими, иногда небольшими, иногда достаточно существенными отличиями, но, тем не менее, все они пишутся по вот такой заданной схеме. Именно писанки. Причем в писанке есть интересное такое подразделение. Ну, некоторые исследователи называют ее жреческой писанкой. А есть писанка светская, чаще всего она называется Малеванка или еще какие-то имеют названия у разных народов. Ну, вот, Малеванка – это свободный рисунок, когда наносится, ну, совершенно там, в любом порядке, совершенно бессистемно какой-то рисунок, который нравится, собственно, писанчарке, которая этим занимается. А вот жреческая писанка, по всей видимости, создавалась с какими-то определенными задачами. И, как бы, схема ее – это именно вот такое прочерчивание в определенном порядке линий и очень четкий, жесткий рисунок. Причем, что характерно, вот, правила прорисовки, что, ну, поскольку я саженем не занимаюсь, то мне это тоже было интересно пронаблюдать, как на яйце найти экватор. На глаз, уверяю вас, это не так просто сделать. Так вот, чисто народный такой прием, о котором тоже рассказала Зинаида Николаевна, это взять, взяв в руки яйцо, средним пальцем руке, как бы обхватить его, и на большом перегибе, собственно, и находится вот этот правильный пропорциональный центр яйца. Не геометрическая середина его, а именно та пропорция, которую мы называем золотой. Это тоже очень интересный момент. То есть мир, который отражен в яйце, имеет деление по золотой пропорции. И смысловая нагрузка, которая вмещается вот в эту разбивку, средний уровень – это мир явный, нижняя часть – это мир навный, и верхняя часть – это мир правный. И через вот такую трактовку можно проанализировать и свое состояние, состояние того человека, допустим, кому ты хочешь подарить писанку. То есть тут на самом деле задействуются какие-то, ну, такие не вполне явные моменты, которые, ну, я могу сказать такими, если простыми словами, потусторонние совершенно вещи. То есть мы работаем с какими-то тонкими энергиями, которые правят нас, которые имеют воздействие на внешний мир, то есть оперируя вот этим простым, казалось бы, на первый взгляд предметом, мы получаем возможность корректировки и внешнего пространства в том числе. Значит, вопрос от Владимира Измытьевича. Марина Юрьевна встречалась ли писанка в захоронениях, или она не выдерживает столько времени в земле? Может быть, писанка «Тайнопись жрецов»? По поводу жреческой писанки, ну, вот предположение такое, что это не, собственно, «Тайнопись». Можно рассматривать вот эту разбивку и, собственно, саму матрицу вот этой росписи писанки как базовую схему для прочерчивания очень большого количества символов. Наверняка, что вот эта базовая разбивка, она служила основой для разработки и прорисовки, возможно, даже рунического письма. Обрыв связи. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 4 февраля 2015 года. Четверг по одному из современных календарей «14 день месяца в юг» из тоже 7524 лета «Седмица. Русское зодчество как отражение мировоззрения народа». Такова тема сегодняшнего эфира. Макарова Марина Юрьевна рассказывает нам о том, как в мелкой форме отражена, в общем-то, самая-самая крупная форма и все возможные другие формы, не только в архитектуре, но и в нашей жизни. Договорилась до того, что, однако, и вот эта вот писанка может быть прототипом не просто каких-то узоров, а это может быть и прототип рунической письменности. Давай эту тему раскрой, пожалуйста. Да, по поводу рунической письменности, это как вариант, как гипотеза, потому что подробными исследованиями в этой области пока никто не занимался. Это какая-то такая совершенно новая тема. Обосновать прорисовку как алфавита, так и рунических символов. На сегодняшний день пытаются в плоскостной форме, вписывая их в квадрат, ну или в какие-то там еще типы матриц. На мой взгляд, очень большая вероятность, что именно рассечка на поиске принцип прорисовки жреческой писанки, он может лежать в основе очень многих как узоров, так и рунических каких-то записей, символов, знаков и так далее. Просто схема, скажем так, совершенно не проработана в этом смысле. И я могу это сказать как гипотезу, что да, это может быть. А не может быть здесь обратный ход такой, что пытались рунику заложить туда, вот в писанку, чтобы она была каждый раз на виду, но в то же время была у посвященных. Остальным это просто был какой-то узор. Что было сначала курица или яйцо, да? Нет, нет, здесь конкретный вопрос. Я не говорю, что сначала, просто есть руника, и для того, чтобы создать какой-то оберег. Ведь известно, что многие руны используют как оберег, как гадание, как много чего другого. И поэтому могли, например, нарисовать какую-то руну, ее скрыть в узорах, и после этого яйцо становилось не просто писанкой, украшением, а внесло какой-то сакральный символ, например, оберег дома, или какое-то напутствие, или еще что-то. То же самое, может быть, путеводный клубочек. Именно так и происходит, потому что то, что о писанке рассказывают люди, которые ею занимаются, это как раз вот это самое. То есть можно писанку написать с каким-то конкретным пожеланием. Пишут писанки на здоровье, по каким-то определенным праздникам, с определенными пожеланиями и так далее. И причем четкой расшифровки на сегодняшний день никто не дает, но само действие, просто даже проговорить, что это за обряд. Берется сырое куриное яйцо, рисунок наносится горячим воском. То есть понятно, что воск очень хорошо транслирует любую информацию и записывает ее. То есть горячим воском прорисовывается рисунок, потом это все окрашивается. Цвет – это тоже очень большое смысловое значение имеет. И вот после вот этих всех сакральных действий, это сакральные действия фактически, работа с огнем, с горячим воском, с краской, трансформация вот такая, получается некий объект, на который нанесены в определенном порядке, по определенным правилам, некие символы. О чем мы говорим? Конечно же, это совершенно сакральное действие достаточно высокого уровня. В зависимости от того, какой рисунок наносится, такой будет результат. У меня вот такое ощущение сложилось, что рисунки на писанке – это созданные специальным образом, наверное, все-таки. Возможно, какие-то послания, может быть, и там что-то зашифровано, там каких-то еще смыслов, не знаю. Но то, что там заложены не только космогонические схемы, но и какие-то определенные, может быть, даже послания в нашу сторону, это определенно. И по поводу давности писанки, по крайней мере, то, что обсуждается в профессиональной среде историков, которые сталкивались с этим явлением, называются даты порядка 4-5 тысяч лет. Хорошо. Здесь сразу такая реплика поступила от Владимира Азматиевича. Получается, писанка – аналог без берестяной грамоты, только писанку прочитал и съел. Ну, возможно, да. Дело в том, что писанку сопровождали еще очень интересные обряды. На сегодняшний день сохранились только те, которые были разрешены христианской церковью, то есть пасхальный обряд. Пасхальный обряд сохранил остатки так называемого милования, когда писанка дарится человеку, к которому у тебя есть определенные чувства. Так вот, собственно, в развернутом виде вот этот обряд выглядит следующим образом. Девушка, которая испытывает чувства к какому-то молодому человеку, пишет писанку с определенной информацией, ну, то есть с пожеланием, с проявлением своих чувств. Вот. И в обязательном порядке, значит, эта писанка должна быть подарена. Ну, либо еще один такой интересный обряд, включающий писанку, это когда девушки не лично дарили писанки, а собирали это в корзинку и выставляли там в какой-то общей избе. И парень, который, ну, чувства там, наверное, все-таки взаимные какие-то были, должен был найти корзинку своей этой девушки. И если корзинку забирали, это был уже, как бы, символ того, что, ну, собственно, не символ, а уже четкое указание на то, что засылайте сватов. То есть, таким образом, через вот эти предметы происходило, ну, такое своего рода обмен информацией. В этом смысле можно его сравнить, конечно, с обычным письмом. Ну, писать на бересте, «ты мне нравишься» шли сватов, ну, как-то это вот неприлично. А собрать вот такие предметы изумительной красоты с своим эмоциональным наполнением и передать дорогому тебе человеку с подразумеванием, что я готова, это вот считалось более таким достойным. неприятием. Более изысканно тогда, более тонко. Да. С другой стороны, ведь корзинку могли не взять. И это тоже было указание на то, что, извини, ты нам не подходишь. Вежливый отказ. Вежливые люди пришли. Очень вежливый, скрытый отказ. Да, и корзинку не взяли. Понятно. А потом у них утром вся дверь обброшена там вот этими яйцами, да? Почему ты корзинку не взял? Не, ну смех смехом. А вот то, что яйца-то эти можно было есть или не есть? Потому что я знаю, что некоторые писанки хранили до следующего года, до нового момента. Да, есть писанки-обережки, которые вешают на стену. В этом случае они пустые. Сливается яйцо и остается только скорлупка. Писанки, которые дарились, они на вареных яйцах делались. То есть дарили писанку ребенку, допустим, крестная могла подарить крестнику. И для детей это был, конечно, волшебный просто праздник. Или же вот когда милому. Можно представить, что если ты подарил яйцо сырое, разбилось, да, ничего хорошего из этого не последует. Вот, поэтому два типа обережки и вот эти вот дареные на вареных яйцах. На самом деле известный случай, когда не сливали яйцо, а прям рисовали на нем, как оно есть. Оно лежало в красном углу, то, что называется, на всякий пожарный случай. Вот как раз на всякий пожарный случай это к этому и относится. Об этом мало кто знает, но дошли, скажем так, дошли до меня знания, когда в случае пожара, поскольку деревянные же у нас были в большинстве своем деревни и дома, в случае пожара вот бабушки, которые эти яйца, ну, то, что называется, потом намаливали, они брали из красного угла вот эти яйца и шли в сторону пожара и просто с определенным наговором бросали туда. Они уже, эти яйца, естественно, были несъедобны, они могли лежать там полгода, год и так далее, и бросали туда. И пожар просто как будто бы останавливался и дальше не распространялся. Такие случаи для меня сведения доходили. Но при этом это цель. Вот это и есть на всякий пожарный случай. Да, 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 да. И на самом деле писанки хранились в красном углу, да, это были такие вещи очень ценные, которые сохраняли длительное время. Ну, фактически, если рядом с иконами там или с какими-то святыми вещами в доме, очень ценными вещами. К примеру, кумир там, да, к примеру, лик какой-то. Да, это укладывалось, то понятно, что отношение к этому было, конечно, очень уважительное, и это непростые рисунки. Значит, получается, писанки у нас были разных видов. Это просто как хороший, красивый подарок. Это с каким-то наговором, с каким-то посылом, например, ребенку. Это пожелание могло быть здоровья, да. Это могло быть какой-то оберег. Это мог быть на всякий пожарный случай. Это могло быть какое-то ритуальное действие, когда с кем-то обменивались. Да, ритуальные действия были достаточно распространенными. По крайней мере, упоминание о том, что, допустим, любое хозяйственное действие, ну, скажем, закладка первой борозды сопровождалась обязательно закладкой писанки. Закладка дома часто сопровождалась тоже как уже жертвенный какой-то момент, да, закладывалась вот писанка под основание дома. То есть достаточно большой спектр действий сопровождался вот этими, ну, можно сказать, такими зашифрованными письменными такими посылами. То есть человек, который пишет писанку, безусловно, вкладывает туда определенную эмоцию, определенную информацию, которую он хочет сохранить и транслировать дальше. И вот этот горячий воск с определенным обрядовым действием, с огнем, конечно, можно расценивать как письмо каким-то высшим силам. А вот мне встречалось как-то упоминание о том, когда строили дом в деревне или где-то еще приходил ведущий человек, это мог был жрец, это мог быть просто ведун какой-нибудь, который указал, ну, во-первых, где дом строить, а во-вторых, клались вот по углам и по центру камни при чем определенного размера, определенной пропорции, определенных цветов, желательно там круглые, обработанные или, естественно, находились. И вот потом уже их дополняли. Кто писанкой дополнял, кто-то какими-то другими символами. Вот здесь с архитектурой, если нам пересечься, какие-то тебе известные дополнения, помимо писанки, если уж мы вот архитектурой касались. Строительные обряды выполнялись фактически на каждом этапе строительства, то есть закладка фундамента, это только первый, нет, пардон, это уже не первый шаг. Да, да, это уже попозже. Первый шаг, это работа, собственно, с местом. Когда выбиралось место для строительства дома, там проходил уже обряд, как бы, выкупа, что ли, земли. Может быть, я не очень правильно называю этот обряд. То есть те силы, которые на этой территории присутствуют, они как бы задабривались этим обрядом. Призывались предки, призывались силы, которые сопровождают человека. И вот для того, чтобы застолбить за собой вот эту территорию, проводился обряд, собственно, входа на свой вот этот участок, где планируется строительство. Потом следовал обряд закладки под нижний венец, или, если это каменное строение, в более позднее время, под фундамент. Затем следующий, очень важный момент, это укладка матицы, или балки, перекрывающие основное строение. Тоже очень интересный обряд. И еще один обряд, это устройство кровли, конек. Вот, это обряды на этапах строительства. Ну и самый, конечно, такой шикарный, большой обряд, объемный, это заселение дома. Вот давай сейчас коснемся и писанки, и дома. Известны ведь не просто элементарные, как избушки строения, где плоская, плоский потолок, плоский пол, они параллельно друг к другу находятся. Есть еще различные шатровые варианты, а есть еще вот такие арочные, да, когда заходишь, и в центре зала у тебя как будто такое вот выпуклое пространство над головой находится. Я сейчас не скажу, как это называется, это, наверное, лучше тебе сказать. Но суть в том, что вот эти вот пространства, их тоже по-разному изукрашивали. И вот здесь очень четко мне представляется, что если где-то посередине дома лежал круглый камень, кто-то его называл как латырь, кто-то называл как центр земли, по-разному, это в разных традициях по-разному называлось, то вот как раз вот это вот, представляешь, от круглого камешка распространяет, случи увеличивается, ну как если бросить камень в воду, да, вот увеличивается круги. Как раз вот до этого купола над головой по центру они доходили. Это были боярские, дома, дома, дум там и так далее. И вот здесь как раз разукрашивали. Вот сейчас сохранилось в церквах, очень старинных церквях, где вот круглый такой есть, там много чего написано, но мы про церкви сейчас не говорим, мы говорим все-таки про жизненные такие дома до жизни. Вот как здесь это перекатается с писанкой, что там могли рисовать, и вот эта шатер, не шатер, а вот эта сфера, каким образом она, да, свод, каким образом она делась для чего-то? Я хочу сказать, тут смысловая нагрузка не всегда такая вот проявленная и внешне выраженная. У меня сейчас в работе очень интересный материал, и, собственно, я планирую часть из него уже озвучить. Вот в следующем моем семинаре, он будет проходить 13 февраля, собственно, типология зданий и каким образом формировалось внутреннее пространство дома. И почему, собственно, вот я сегодня назвала эту тему, связала зодчество и вот эту народную традицию такую необычную. Есть такая информация о том, что структура жилого, да и нежилого здания должна была быть достаточно правильной с тем, чтобы, вот если, ну, условно, я не могу тут ничего нарисовать, к сожалению, это радиоэфир, но вот представьте себе, если берем кубик и от одной грани по диагонали через кубик к другой грани проведем плоскость, ну, как бы рассечем его. Получится такой треугольничек, да, отсекли. Потом в другом направлении. Вот так из четырех рядом лежащих верхних граней вниз опускаем текущие плоскости. Следующий объем. Как правило, здания строились, ну, минимум, двухъярусные. Это под клет и, собственно, клет жилая или изба, как ее еще называют. Так вот, вот эти два объема если поставить их друг на друга и рассечь вот такими плоскостями, по центру формируют нечто подобное вот такой кристаллической форме. Так вот, чем правильнее здание и чем лучше у него пропорция, тем ровнее вот этот кристалл. Вот этот кристалл и называют, собственно, местом силы, как бы ядром, сердцем дома. И прорисовка писанки, вот именно в том рисунке, как я показала, она очень сильно напоминает вот этот принцип организации, собственно, вот этого домашнего кристалла. Это то место, которое держит как бы энергетическое ядро дома, говоря современным языком. Ну вот к этому, да, я и вел, что не просто ж так вот эти разукрашивали своды. Да, и декорация каких-то поверхностей, как правило, конечно, она в большей степени присутствовала в местах наиболее важных. Подкупальное пространство или еще сень, как ее иногда называли. Это как раз была вот эта зона. Кстати, по поводу вот этой центральной части, если уж говорить о крупном зодчестве, не о жилом, то наша православная церковь, вот образ нашего храма сохранил память о таких структурах. Вот если вы так вспомните, как выглядят планы наиболее старых русских церквей, это всегда четыре столпа в центре. Да, то есть такая структура как бы из девяти квадратиков, трехчастное членение вдоль и трехчастное членение поперек. И в середине образуется вот это центральное ядро. Так вот это вот центральное ядро, сень, еще есть у нее такое название, это собственно наиболее святое место священное и это как раз вот та самая зона, которую я описывала. Что интересно, следы вот такого структурного построения, они сохранились и в избе, потому что ну избы скажем средней полосы, да и северной сохранили вот это понятие, когда печь стоит в центре жилого объема, я не имею ввиду клети, а в целом жилого объема, то есть синие изба и рядом с ней обязательно стоят печные столбы один или два. Вот это некое подобие такой конструкции, когда пересечение идет матицы, второй поперечной балки, еще называют столб пирожный, да и вот эта балка пирожная. Так вот, вот эта структура собственно это такое наследие очень-очень-очень древнего прошлого, когда в центре стоял просто открытый очаг и вот именно такая структура она могла быть как сакральным сооружением, ну то есть капищем, храмом каким-то, так и жилая постройка, допустим какие-то палатки, юрты, да, они до сих пор собственно так же строятся и кстати не только на наших территориях, а допустим на территории Пакистана сохраняются такие формы, Индия сохранила такие формы и собственно подход допустим такой системы на сегодняшний день становящейся все более известной как васту шастры они тоже дают нам схему из вот таких девяти квадратов когда центр считается наиболее священным местом и в него вообще даже заходить не рекомендуется собственно много очень таких перекличек и типология зданий как жилых так и общественных в том числе и церквей они типологически очень сильно пересекаются имеют очень много общего ну собственно тут наверное можно предположить что храм там дом для Бога строился по типу собственного дома но только лучше хорошо если уж мы говорили заговорили о камнях то вот первый вопрос который был Владимир измытищ он звучит так Марина Юрьевна наверняка вы видели рисунки так называемых камнях ики являются ли эти это роспись прототипом славянской песенки но образно говоря из параллельной ветви развития народов на нашей планете из индейской ветви развития может ли факт наличия древних росписей у наших предков и предков индейцев означает что в древние времена существовало только два народа существовавших на практически противоположных континентах планеты углубляться в какие-то чрезмерные глубины веков достаточно тяжело я думаю выводы можно сделать самим по тому образу который мы видим в песенке и под тем артефактом которые нам доступны я могу сказать что наиболее древние рисунки если они несут в себе аналог вот этой матрицы которую я показала наверное это более поздний какой-то период то что касается камней упомянутых да вот конкретно камней там несколько более свободный все-таки рисунок и по прорисовке он скорее похож на каменные изделия так слово вылетело под Киевом ну давай не будем себя мучить вспоминаниями в общем под Киевом есть и вот с этого трипольской культуры вот что имеешь ввиду я думаю что что под Киевом такое есть триполь понятно вот трипольские рисунки тоже достаточно сильно напоминают вот эти рисунки Вики но то о чем я говорю немножко другое все-таки в той схеме которую я показала прочитывается некая уже я ее для себя назвала все-таки матрица по которой прорисовываются совершенно четкие символы рунического характера вот а какие-то анималистические изображения ну они в большей степени все-таки относятся наверное к позициям какого-то другого порядка тогда я тебя тоже дополню если мы учитываем что было первично что вторично то тогда не могут быть камни Ики прототипом для писанок скорее всего наоборот потому что неоднократно сами индейцы упоминали о том что именно белые люди приходили давали знания и потом обещали вернуться а не красные люди приходили к белым людям и давали знания поэтому прототип всегда идет от того кто приходит дает знания а не наоборот вот а видя то что наносится изображение на камнях но при этом они достаточно вольны вольной манере наносятся это говорит о том что того сакрального смысла который в писанке есть там не представлено возможно там какой-то есть свой там другое там другое но более вольно здесь все-таки мы видим точные пропорции сохранения вот этих повторений которые могут быть как рем могут быть как напустим каким-то но четкое повторение присутствует в писанке это только сейчас современные когда там наклеивают всякие листочки или крестики или еще что-то купленное в магазине да это современная более легкая трактовка да свободная алярюс называется вот а вики там да изображаются какие-то сцены они могут что-то изображать или сакральное или бытовое но нет той гармоничной расстановки которая присутствует в писанке и в других писаниях которые в русской славянской архитектуре связаны с сферами вот о чем я говорю поэтому если бы был прототип камня ики для писанки то тогда бы мы имели более хаотичное представление более хаотичный ряд и тогда бы все-таки от красных людей нам пришло бы очень много а здесь мы видим обратную тенденцию упрощение ну да и вот это жесткая такая какая-то прям кристаллическая структура то есть абсолютно четкая геометрия правильная при том что форма-то яйца неправильная такой алгоритм ритм очень четкий прорисовки он дает пищу для размышлений именно о том что все-таки это было некое такое сакральное действие рассчитанное на наверное длинный исторический период потому что рисунок наносится логично последовательно и в общем-то нетрудно ну фактически во всех селах деревнях там обычные крестьяне повторяли этот рисунок тысячелетиями фактически то есть какая способность сохранить и передать ну так же как наши сказки в общем-то какая-то канва зашифрованная передавалась через многие века и ну по всей вероятности без особых искажений вот у нас здесь остается три минутки до конца этой части нашей и мне хочется зачитать коротенькие вопросы дать короткие ответы а кстати всех кто нас слушает но не в чате хочу предупредить что вы много теряете здесь очень активно идет обсуждение сказанного в эфире так что много теряете входите в чат и наслаждайтесь сами участвуйте вот Василий Васильевич задал вопрос если писанка на яйце и его хранили то что делается содержимым и сразу же идет ответ от Сергея Васильевич дело говорит если яйцо не пустое то заложенные при строительстве дом будет через некоторое время давать запах похоже что содержимое убирали например через малое отверстие расписывалось то что возможно и закладывали да и дома такую красоту хранить приятно дольше и без запаха вторит Владимир вот давай могу сказать свой личный опыт в этом смысле и опыт тех писанчарок которые занимаются писанкой уже не первый год практически все рассказывают примерно одинаковые вещи и я это подтверждаю у меня дома тоже несколько писанок лежало больше года и в какой-то момент они по каким-то причинам разрушаются кстати вот это разрушение их тоже объясняет причинно-следственной связи если писанка пишется с определенной какой-то задачей то в момент выполнения этой задачи она может сломаться так вот те писанки которые у меня дома сломались вообще никакого запаха не дали то есть у меня лежали полные я их не выдувала они были целые каким-то образом оно просто высохло то есть внутри осталась просто какая-то пленка которая вообще не давала никакого запаха да вот хотел тоже это подтвердить сначала дал возможность тебе высказаться тоже неоднократно наблюдал за этим если яйцо сделано писанка сделана по всем правилам если закладывалось туда то что нужно или светилось или какой-то обереговый там был смысл то о чем мы сейчас говорили то в этом случае происходит интересный такой вариант что по сравнению с обычным яйцом которое может стухнуть которое может себя нехорошо вести запахи различные давать писанка высохшая не пахнет абсолютно и то что ты сказал разрушается да тоже я хочу это подтвердить если вдруг это было написано на какой-то оберег и оно разрушается то оберег срабатывает вот она сработала как оберег если это на здоровье как только разрушается значит проблема решена или наоборот от чего-то удержал то есть здесь двойная такая суть двойная комва и это очень все интересно но многие скажут что это суеверие а на самом деле это не суеверие это обычная ну скажем так бытовая магия или физическая магия или физика магии как хотите это называйте когда мысль есть все вот что вы думаете то и происходит что вы закладываете то оно и есть поэтому с такими позитивными мыслями я сейчас хочу нас прервать на музыкальную паузу в эфире народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню по одному из современных календарей 4 февраля 2015 года четверг по одному из старинных 14 день месяца в юг стужи 7524 лет и седьмица мы говорим про русское изучество как отражение мировоззрения народа мировоззрение народа проявляется не только в крупном но и мелком в частности мы разбираем писанку и как писанка пересекается с архитектурой и вообще с мирозданием а главный сведущий кто нам об этом всем хорошо рассказывает очень интересно Макарова Марина Юрьевна Марина у меня такой вопрос тебе часто приводится семинары проводить с людьми скажи пожалуйста вот последние семинары какая тенденция нарисовалась какие интересные темы приходится поднимать и в ближайшее время что у тебя ожидается чтобы так вот твоим поклонникам что-то такое донести с семинарами происходит определенный такой процесс наращивания я бы сказала я семинары начала читать относительно недавно это в двенадцатом году с подачи Антофьевича Черняева я начала читать сажение вот но проработка темы собственно русских сажений она показалась мне немножко ну как бы неполной и раскрытие более объемной этой темы я для себя увидела через изучение и через вот какое-то более глубокое понимание традиции русского домостроения потому что ну что ну сажень это же как элемент культуры а как можно выдернуть какой-то один элемент не учитывая все прочее ну и вот таким образом за несколько лет у меня собрался уже достаточно объемный материал который я транслирую тем кто приходит меня слушать то есть семинары идут не только по сажениям но и вот сейчас целый цикл семинаров называется он ладный дом собственно о традициях русского домостроения и как ни странно вот эта тема домостроения она очень плотно завязана с темой вообще мировоззрения и миропонимания поскольку наш мир это ну совершенно точно это отражение внешнего мира и прежде чем начать строить свой собственный мир нужно как-то немножко разобраться с тем собственно чего мы понимаем о внешнем мире без вот этого шага любое следующее действие любое строительство оно не принесет ожидаемых результатов поэтому семинары которые сейчас проходят они очень так своеобразны по темам и по тому наполнению по той информации которую можно из них получить то есть мы говорим и о построении мира о каких-то ключевых элементах мировоззрения русской культуры о каких-то определенных обрядовых действиях причем пробуем это на практике вот в чем собственно смысл семинара это не просто поговорить поговорить можно вот так вот по радио можно там какой-то видеосюжет где-то чего-то зацепить воспринять какую-то информацию где-то что-то почитать я вижу смысл проведения семинаров именно в том что люди собираются происходит некое единение на почве там общих интересов общей какой-то идеи и собственно вот в процессе семинара происходят некие очень интересные действия которые помогают людям немножко с другой стороны посмотреть на себя на собственное представление о мире попробовать ну в том числе некие сакральные действия совершить самые простейшие и человек после семинара уходит ну скажем так с перезагрузкой то есть он пробует вещи которые в обыденной жизни ему недоступны а вот да то что вот сейчас очень активно ты писанку пропагандируешь это как-то на ближайших семинарах будет отражено да на февральском семинаре есть такой план поработать с писанкой показать как это происходит и даже будет приглашенный гость на семинаре это писанчарка которая поможет нам немножко поподробнее разобраться с трактовкой писанки потому что человек как правило если начинает для себя писать писанку он начинает выписывать свои проблемы и вот это действо которое искренне существовало в нашей культуре в том числе можно отнести и к такой деятельности самопсихотерапии то есть человек исправляет себя человек правит какие-то свои проблемы через вот такое с одной стороны простое с другой стороны очень многомудрое действие он помогает себе и помогает собственно своим окружающим а что вообще тебе известно в какое время писанки расписывали их можно было писать круглый год или в какое-то определенное время специального отводилось для того чтобы расписывать писанки ну та информация которая у меня есть говорит о том что писанки писались по каким-то поводам и причем поводы эти были в течение всего года я думаю вероятнее всего они были привязаны к великим дням вероятнее всего ну великие дни это крест солнцестояния да и сречи промежуточный крест то есть минимум 8 точек в году когда есть повод как-то пообщаться с собой и с миром ну а даренные какие-то целевые писанки можно было писать собственно в любое время до нас эта традиция дошла уже конечно только в пасхальной традиции на сегодняшний день как правило писанку пишут на Пасху до этого наверное если мы привязываемся к Пасхе то до Пасхи все-таки это был один из этих дней про которые ты говоришь великих идей соносостояния равноденствия и как раз к нему к этому дню было привязано масленичные недели Красногор и много-много чего другое Комаенец конечно писанка то не писалась никогда самостоятельно вот именно как обрядовое действие ее сопровождали целая серия еще различных приготовлений это были определенные хлеба причем об этом есть достаточно интересный профессиональный исторический материал это сопровождалось определенными действиями праздничными определенными песнями насчет хороводов не знаю но наверняка что какие-то и вот такие действия физические тоже происходили вот я например недавно писала писанку моравскую по-моему и рисунок вот когда смотришь на рисунок не очень понимаешь а когда начинаешь руками прочувствовать вдруг выплывает смысл писанка совершенно четко с папоротниками ну а папоротник это Иван Купала то есть летнее солнцестояние летняя писанка да красная яркая очень и вот с папоротниками завернутыми в свастику ну совершенно однозначно можно сказать что это писанка Купальская да вот если возвращаться к масленичным красногорным и камоедничным делам то там тогда есть даже обряды катания яиц катания писанок потом есть бой да когда бой на яйца то что называется и традиции уходят в разные в разные совершенно традиции эти направления уходят из разных мест растут но суть в том что это сохранилось и слово пасхальное оно появилось не так давно до этого называлось Христово воскресенье это когда уже христианство было а до Христово воскресенье называлось еще более интересно но суть не в этом суть в том что в русском народе и славянских народах это все сохранено это все сбережено и вот эти писанки и просто разокрашивание яиц оно говорит о том что древность то у нас генетически сидит как-то вывести как дустом не получается ну да даже при том что у нас очень четко провели через период такого жесткого атеизма когда даже на Пасху запрещалось ходить и вообще все эти ритуалы вывели да ну можно сказать что это очень такой важный элемент нашей культуры потому что ну как же так у всех славянских народов это сохранилось и по сей день и очень много пишут и много рисунков сохранилось и об этом целые уже книги даже печатаются и приводятся образцы этих предметов а у нас как бы на нашей территории полное молчание вроде как ее и не было в принципе не может такого быть я знаю что например в Эрмитаже есть большая коллекция писанок вот то что к ним нет доступа и то что это никаким образом не афишируется ну отчасти подтверждает что не хотят нам нашу историю как-то раскрыть как говорится в Греции это много чего есть не всем это съесть ну давай дальше перейдем к следующему вопросу от Данила здравия с ведущим Марина Юрьевна знакомы ли вы с наследием рахманской традиции в частности о космологическом космогоническом описании последовательности зарождения Вселенной и проявления этого мира если да то как это помогло вам в ваших изысканиях по заявленной теме благодарю за ответ ну я уже упомянула что мы сейчас именно вот этим вопросом и занимаемся потому что уж очень как-то подталкивает вот эта схема к логическим рассуждениям именно о каких-то космогонических структурах по последовательности каких-то определенных действий и на сегодняшний день уже в большей степени могу сказать что почти состоялась некая реконструкция такой схемы я пока не берусь ее в полном объеме озвучивать на прошлом семинаре отчасти я ее как бы раскрыла об этом сейчас вот в сети вывешены два видео не знаю как дать ссылку ну в общем если видео которые если которые давала для нашего анонса то там они представлены ссылки есть два видео а я что-то давала ага ну вот отчасти там вот эта информация уже раскрывается ну как бы не в полном объеме потому что пока мы занимаемся вот проработкой этой схемы вот ну что я могу еще сказать писанка как бы до сего момента вот я не знаю исследователей которые бы ею занимались в полном объеме то есть да есть историки которые описывают ее которые собирают просто эти рисунки как-то пытаются их классифицировать там разложить по полочкам куда коников куда звездочки да никто из исследователей вот так комплексно к писанке не подходил поэтому ну тут можно сказать мы первопроходцы в собственной истории понятно хорошо следующий вопрос от Сергея если исходить из того что все все создано по образу и подобию представляя писанку как модель земли как форма планеты земля и вселенной то как происходит ось вращения земли в рисунке на писанке острый конец писанки яйца указывает направление движения солнечной системы ну по всей видимости да потому что начало действия с писанкой это мы берем яйцо за два полюса и собственно вот держа вот таким образом яйцо мы его проворачиваем да это ли не собственно положение земли вот он я вот у меня этот объект и вот он крутится вокруг собственной оси то есть аналогия очень явная и четкая дальше нанесение самого рисунка тоже это определено я не буду сейчас повторяться потому что кому кого тема заинтересовала можно в видео это все подробнее послушать посмотреть там еще и видеоряд есть который проговаривает и объясняет последовательность что зачем как происходит вот но сама форма яйца вот как я привела в анонсе четко повторяет форму земли и да на самом деле по принципу подобия мы можем сделать вывод о том что это микросхема чего-то гораздо большего вопрос от Владимира из Мытищ Марина Юрьевна если писанки закладывались в элементы здания может быть это трансформировавшаяся за тысячелетие процедура закладки капсулы времени с чертежами конструкциями инструкциями сообщениями для потомков интересная версия ну а не знаю зачем карту-то закладывать для потомков может быть конечно но скорее это все-таки элемент некой жертвы для собственной жизни потому что вот эти все закладки это ну своего рода сакральная жертва для обеспечения себя там определенными какими-то параметрами да поэтому зашифровки каких-то еще письмен возможно но скорее все-таки шифруется то что конкретно расписывающий человек желает себе своему семейству и своему пространству да зашифровка но не для будущих поколений а для собственных нужд для жития бытия да в своем же доме для своей семьи потому что прежде чем строить дом вот собственно о чем речь то построение дома это собственный посыл и с теми мыслями с теми идеями которыми ты подошел к этому процессу то ты и построишь да как ты настроен что ты задумал какая у тебя идея какой смысл твоего творения то ты получишь на выходе и я думаю предки наши более осознанно относились к постройке дома то есть не просто там коробку собрать а наполнить ее от первого же шага определенным типом энергии наполнить ее своим собственным сознанием дать туда максимум положительного посыла чтобы эти стены действительно помогали и поддерживали хорошо переходим от мелкой форме к крупной форме опять вопрос от Данила Марина Юрьевна доводилось ли вам создавать проект здания яйцевидной формы и воплощать его на проекте на практике если да то было ли это здание жилым благодарю за ответ да перед олимпиадой у меня был такой интересный заказ мне попросили сделать проект мобильного дома для олимпийцев ну это было такое деревянное производство каркасные конструкции вот они хотели такую идею предложить олимпийскому комитету и проект состоялся то есть это было двухэтажное строение чисто в форме яйца собирались эти яйца в такую большую сетку и как трансформеры то есть идея какая была что человек который выиграл там какой-то приз в качестве поощрения помимо приза получает еще вот такой дом яйцо может его прицепить к машине и увезти идея такая была она была отрисована было проработано там более десятка видов домов по образу по прорисовке напоминающие ну какие-то национальные характерные особенности той страны которая участвовала это была довольно большая работа так что дом яйцо есть у меня в запаснике хорошо ну а кто-то в этом доме яйце пожил хоть чуть-чуть нет это был такой теоретический проект идея осталась пока на бумаге но в принципе такие дома существуют и какие там впечатления ощущения по этим домам ну вообще все что касается купольных сферических форм это своеобразные сооружения я не могу сказать что они очень хорошо приспособлены для жизни современного человека подчеркиваю именно современного в чем суть вопроса на мой взгляд современный человек не выдержит той энергии которая аккумулируется в подобных строениях то есть здесь можно немножко порассуждать на тему цельности восприятия мира и вообще цельности собственного состояния когда человек ну как я называю современных людей дефрагментирован ему достаточно тяжело общаться с внешним миром то есть взаимосвязь нарушена купольные структуры они являются своего рода концентраторами то есть вот даже если брать старые постройки ну скажем простейшие там ну кроме иглу сферических есть же еще много кочевых народов да которые тоже и по сей день строят конструкции круглые в плане не сферы но круглые вот и практически во всех этих конструкциях в центре находится очаг так вот присутствие очага в центре кстати вот я начинала об этом говорить в том числе о сакральном зодчестве вот эти вот архаические формы они сохранились у нас в храмовых сооружениях когда в середине четыре столпа подразумевающие что между ними должен гореть огонь так вот вот эта круглая форма она концентрирует представьте себе вот если резонансное явление волна отражается от стенки и собирается в одну точку если это сооружение сфера то будет совершенно четко проявлена фокусная точка если это конус то это будет уже не точка а вытянутая какой-то отрезок где происходит максимальная концентрация самых разнообразных сил и длительное нахождение человека вот в такой точке крайне не рекомендуется с другой стороны если именно в этой зоне происходит приготовление пищи ну или же просто горит огонь то эффект многократно усиливается то есть пища такая будет более питательна огонь даст больше эффект будет и теплее и ярче гореть то есть там происходят совершенно явные физические просто процессы вот для современного человека эта форма сохранилась в традиционных избах в которых печь стоит ну более-менее в центре сооружения но при этом обращаю внимание что на печах взрослые здоровые люди не спали спали либо дети либо старики а взрослый человек мог туда лечь только в случае если захворал почему потому что опять же в этом месте происходит довольно серьезная концентрация и длительно находиться там не рекомендуется вот по поводу купольные структуры про церковь начали говорить современные на самом деле большие церкви как я тоже раньше говорила они имеют купольную структуру и ты этого неоднократно уже сказала и если мы касаемся древних церквей те которые не христианские были древних храмовых построек то там в середине как правило стоял как раз тот самый очаг который назывался дуни то есть вокруг которого вот пола дуни которые проводили всякие мероприятия обряды ритуалы и так далее наша вот церковь которую мы видим на сегодняшний день христианская она же фактически не изменила форму старого храма да только там внутренние только расположения вот эти полукруглые пристройки которые нарушают симметрию здания собственно внутреннее построение оно практически сохранилось и кстати версия о том что храмовые простройки пришли к нам из Византии ну я честно говоря не знаю на чем основаны достаточно посмотреть на классический вид византийских построек и на нашей постройке и пардон где вы там найдете Византию ну скорее всего здесь может быть просто люди хотели все притянуть за уши так же как и притянули Кирилл Смефози причем очень сильно притянуто могу отослать почитать Федорова Александра Евгеньевича как раз его исследование по поводу наших церквей абсолютно четкая аналогия с индийскими храмами ничего общего с Византией нет хорошо что посылаешь хорошо что посылаешь к Федорову а не дальше понятно значит вот у нас четкая тенденция все притягивать к одному направлению которое официально было принято то есть есть историческое направление библейское вот к нему все притягивают и будет там какое-то иное будут к нему притягивать то что российские храмы все они собраны созданы по-иному и что там явно предусматривается не только алтарное место где камер Алатыр был да и где еще какие-то мероприятия проводились ну сакрального плана но еще и была центральная точка горения огня тот священный огонь на Дуне и колдуны то есть колодун которые колдуньи вокруг нее что-то производили добрые дела вот это как бы упускается это понятно ну что ж давай с этим разобрались у нас еще две минуты до музыкальной паузы есть давай такой вопрос рассмотрим от Владимира Змытич Марина Юрьевна может быть писанка в зданиях это ловец дух то есть ловцы дух эти писанки дух перемещаясь по зданию натыкается на писанку и замыкает свое восприятие на меридианных и фрактальных структурах писанки и больше не гремит посуда и не пугает домашних разбить писанку выпустить пойманных духов ну я могу сказать совершенно точно когда писанка появляется в доме атмосфера в доме меняется не знаю какие духи как на нее реагируют но вот по собственному опыту могу сказать такой факт у меня в какой-то период времени вдруг что-то очень как-то много гостей стало приходить каких-то непонятного рода ко мне к детям вот я сделала писанку ну такая гребенка как бы как сказали она вот вычищает лишнее достаточно было повесить ее в коридоре и буквально в тот же день половина народу которая присутствовала это было человек там 6-7 они вдруг резко испарились и больше в доме не появлялись в прямом смысле это слово испарились ты не попугиваешь нет конечно очень быстро ушли вот я сначала даже не поняла чего происходит потому что пришли так обстоятельно ну к детям друзья подруги что-то так вот уселись вроде как надолго тут ни с того ни с сего поднялись и разбежали пришла злая злая тетка с писанкой да и всех разогнала понятно ну да пришла помахала такая ну то есть скажем так действует определенное действие происходит да и как любой обережный символ она притягивает взгляд очень сильно ну и как говорят вот это вот притягивание внимания вероятнее всего конечно имеет силу воздействия на различные сущности которые могут на ней зависнуть просто хорошо давай вернемся на музыкальную паузу и через три с половиной минуты продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей в эфире народное славянское радио ответы на вопросы продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню что по одному из современных календарей 4 февраля 2015 года четверг по одному из старинных 14 день месяца в юг из Тужи 7524 лет это седмица русское зодчество как отражение мировоззрения народа такова тема сегодняшнего живого эфира главная соведущая Макарова Марина Юрьевна мы продолжаем читать вопросы которые поступили к нам в чат и следующий вопрос к нам пришел из Волгограда от Натальи здравствуйте всем вопрос Марине Юрьевне что вы можете сказать о круглых или овальных домах действительно ли раньше наши предки строили дома именно такой формы какие особенности есть у таких домов при возведении содержания жития в них благодарю ну фактически мы разобрали уже сферические формы домов я могу сказать что эта форма не вполне предназначена для жилья современного человека который не вполне оперирует различными типами энергии то есть когда мы говорим о некоем замкнутом пространстве надо понимать что мы собираем структуру которая многократно отражает любой импульс который заражается внутри и вот это многократное отражение особенно в домах негармоничных может нанести скорее вред чем пользу почему например я вот активно рассказываю и объясняю как строить дома посажем потому что саженная система позволяет по крайней мере сгармонизировать пространство выстраиваемого объема под собственную энергетику под собственный волновой ритм если же дом не подстроен под ваш ритм и по всему прочему еще и имеет вот эту фокусную точку в таких домах могут происходить непредсказуемые вещи во всяком случае могу сказать так и мер предосторожности если уж решили строить купольный дом и проэкспериментировать с собой то фактор безопасности вот эта фокусная точка центр сферы должна лежать вне зоны нахождения человека то есть она должна уйти либо ниже ног либо выше головы то есть половина сферы должна быть либо приподнята либо ну как бы сегмент сферы надо строить не половинку хочу от себя добавить по поводу купольных этих потолков на моих глазах один раз человек который находился под купольным потолком просто плашмя упал то есть отрубился он стоял встал в самый центр и только слышно ба-бах поворачивал плашмя лежит да чувствительные люди очень могут резко среагировать вот то есть там видимо какая-то была дисгармония в тот момент у него и чувствительность была повышена и как раз эта концентрация энергии она по шарам ударила и человек просто отвалился пришлось вытаскивать на улицу на скамеечке чтобы он сидел так что имейте ввиду это все достаточно серьезно дальше следующий вопрос от Сергея чем расписывали писанку химический состав краски которые рисовали линии и орнамент известен перед росписью обрабатывали яйцо или по сырому писалось к вопросу о сохранности писанки ну по поводу сырого мы уже обсудили значит состав линии я уже говорила это все пишется горячим воском то есть есть специальное приспособление писачок ну в деревнях его выполняли самостоятельно там могли даже гвоздиком наносить или же тонко скрученной какой-то металлической такой вороночкой возможно были какие-то еще конструкции но смысл в том что линия наносится расплавленным воском а затем идет поэтапное прокрашивание и красители использовали конечно натуральные по поводу очень интересная информация по поводу красной краски красная краска была очень дорогой и называлась она червец потому что добывали ее из червячков которые в определенное время года вот появлялись их собирали там специальным образом приготавливали вот эту краску и это было фактически национальное достояние она не во всех регионах была вот эта вот порода этих червячков и это была одна из самых дорогих и ценных красок ну а так вообще природные красители в достаточно большом разнообразии на сегодняшний день рецепты эти восстановлены и натуральные красители используют как для шерсти для тканей ну точно так же яйцо прокрашивается не зря существует такое понятие червонец то есть красный да червленый говорят еще да конечно это же очень старое понятие да вот еще существовал тоже киноварь то есть вот два разновидности киноварь червленый это вот как раз очень русские понятия и в других языках не славянских они практически не встречаются так дальше вопрос в эфир от Владимира Змытища Марина Юрьевна прикладной вопрос если содержимое писанки упомянуты вами не испортилось можно ли сделать писанку размером с арбуз с дверцей чтобы продукты в ней хранить ну фактически вот те выводы которые я для себя сейчас делаю мы делаем писанку не размером с арбуз а мы дом строим по принципу вот этой вот гармоничной формы соответственно весь дом при правильном его проектировании будет приобретать те же самые свойства причем вот я хочу обратить внимание может быть вы как-то на этом не концентрировали внимание но старые русские деревни они ведь не отличаются разнообразием построек как правило жилые дома они все по одному образу и подобию построены примерно одного объема и ну практически одинаковые планировки это новая мода коттеджных поселков когда дома строятся разнообразные разных форм образов планировок объемов и так далее да а вот если проанализировать собственно а почему было вот такое однообразие построек в деревнях наших это ведь не был там какой-то поточный метод что пошел в икею и купил дом да они были по определенной схеме все построены почему потому что образ жизни людей был единый а вот гармоническая составляющая этих домов то есть по определенной мерке строились дома по определенному принципу и изменить этот принцип без специальных знаний не решались это сейчас мы такие смелые что хочу то и ворочу да поселки это ярмарка тщеславия фактически дом это вот этот самый сакрального типа сооружения которое помогает вам жить вы создаете тот мир который помогает вам поэтому верный алгоритм создания дома вот это та задача которую я перед собой сейчас поставила что действительно дом становится оберегом дом становится помощником в жизни дом помогает подправляет какие-то вещи подсказывает то есть в большей степени уже процесс происходит в обратную сторону не вы строите дом а дом строит вас вот кстати продолжение про дом Сергей если на печи слишком много энергии то где выбирали место отдых восстановление сил для здоровья богатырского без опасения навредить себе и как соотнести это с сажениями при проектировании в отношении сажений как бы это отдельная тема то есть сажения позволяют гармонизировать в принципе объем дома по всем трем направлениям и создать систему резонирующую непосредственно с человеком который в этом доме проживает с семьей а вот то что касается места для восстановления сил богатырей ну тут надо понимать в каком состоянии собственно этот богатырь то есть если он в полном здравии полон сил то на печи ему однозначно делать нечего а вот если он по типу Ильи Муромца 30 лет встать не мог то конечно на печке или пивной богатырь который уже на ногах не держится сейчас навалом везде вроде бы так пузень здоровый а толку мало дальше Григорий Врачев из Москвы задает вопрос Марина Юрьевна встречаются ли в русском зодчестве солярные знаки такие как калаврат задорно говорит что их вырезали под наличниками с обратной стороны в интернет сейчас начали вырезать стрёмные ролики явно заказного характера судя по качеству видео в которых говорится что нет никаких доказательств их существования и что калаврат это наводил спасибо по поводу свастики и вообще любых свастичных символов вот в том числе писанка это подтверждение того что это один из самых древнейших символов потому что написанки свастики калаврат и различные вот эти солярные символы в самых разнообразных изображениях проявляются очень легко то есть написанки первое что проявляется это восьмиконечная звезда шестиконечная трехчастная структура и восьми ну вот первый раздел яйца это восемь ячеек то есть шестерки и восьмерки это вот основные цифровые базы на которых разворачиваются символы однозначно солярные вот эти символы восьмиконечные это наиболее древний символ и тут даже обсуждать нечего вопрос где и как его применяли любой солярный символ в народном понимании это символ небесный поэтому если свастику и изображали или калаврат то только на верхней части строения чтобы это увидеть можно полистать соответствующую литературу не надо рисованную надо смотреть фотографии из старых домов солярные символы восьмиконечные двенадцатиконечные как правило украшали причелины полотенца то есть верхнюю часть дома потому что это изображение верхнего горнего мира ну или как сейчас говорят праве вообще у символов у каждого из символов было четко определенное свое место то есть навную часть заполняли обычно символами земли иногда воды обязательно отсекали дорожками чтобы пересечение миров лишний раз не устраивать средняя часть заполнялась различными типами растительного орнамента всякими животными птицами и так далее и верхняя часть вот кровля я уже сказала причелины дымники трубы там изображались уже звездочки солнышки различные вот такие крутящиеся символы то есть все что принадлежало уже к верхнему миру и говорить о том что это придуманный символ как минимум странно я даже больше скажу сейчас интернет вообще говоря конечно завален фотографиями из старых сооружений где этот символ используется в орнаментике в украшениях в различных поисках где только не использовался на самом деле это очень сильный символ и в зависимости от направления правого или левого запускает разные процессы и знающие люди этим очень активно пользовались до последнего времени только после сороковых годов когда этот символ просто вырвали из обихода через вот такое жесткое действие через фашистские символы только после этого момента он перестал употребляться в обыденной жизни а так количество и вышивок и орнаментов внутренних орнаментов наружных да просто изобилуют этим символом сказать что он не применялся применялся Индия 5 век до нашей эры пожалуйста но в Индии и в других странах до сих пор сохранилось это да у нас просто это ну не обсуждаю да ну мне кажется здесь надо все-таки говорить не фашистский символ а анцитский символ потому что фашистский немножечко другое а нацистский как раз свастика имеется ввиду в круге а что касаемо вот того где она употреблялась употреблялась и употребляется сейчас достаточно походить по старым улицам Москвы Питера зайти например в Зимний дворец съездить в Пушкино и в другие города посмотреть ну храм очень много это очень самый распространенный символ да в храм Василия Блаженного колоколеньки там в Кремле походить посмотреть орнаменты на стенах внешних обережные тоже в Москве очень и в Питере представлены хорошо и кстати вот пришло сообщение что все-таки запретили славянно-арийские веды а там же несколько страниц было посвящено символам различным солярным символам сварги ярги ярговым символам среди которых и колаврат и другие так вот теперь интересно а что будут делать с фастичными символами послушно законопослушные граждане и те кто должен закон исполнять если запрещены эти символы вместе с славяно-арийскими ведами получается что эти символы тоже запрещены и необходимо тогда будет наверное зимний дворец отрихтовать и колоколинку вернее как и Василия Блажену тоже подправить и колоколин который в Кремле находится и снести символы на домах и в Питере и в Москве ну и в Петергофе там разобраться надо будет да и в Пушкине тоже так что вот интересно будет реакция исполнительной власти они же должны следить за тем что им указали запрет есть вот теперь будем смотреть как все будет развиваться здесь вопрос от Сергея он просит уточнить так где же все-таки спал здоровый богатырь если это здоровый человек если не на печи то где располагалось спальное место в избе для взрослого человека ну кровати это приобретение достаточно позднее вообще спали на лавках то есть лавки это был непременный атрибут избы причем устраивались они вместе со строительством избы избы самой так же как печь недвижимая прям вот оснастка избы так же и в палате и лавке это вот элементы которые стационарно выполнялись и никуда не перемещались в летнее время могли спать на семьяках в холодных плитях а в зимнее время все собирались в избу и дети как правило забирались на палате и на печь а взрослые спали на лавках расстилали просто какие-то подстилки дело в том что лавки были не по 40 сантиметров шириной так чуть-чуть пообстоятельнее что только поширше ну да поширее хорошо здесь уточнение что сведущая похоже не до конца поняла вопрос по коловрату имелось в виду именно символ коловрат как у меня на авиа ну вот до его логин изображен таковые действительно практически не встречаются в древности ну я уж не знаю что имеется в виду ну здесь надо видеоряд сопровождающий ну скорее всего колесо имеется в виду я смотрю на его символ колесо с изображенными концами такие многолучевые а как сапожки такие острые да не крест а именно восьмерочка да такой символ на сегодняшний день действительно считают новодельным хотя вот такое изображение но не восьми а шестилучевое считалось знаком перуна и изображалось на сундуках вот у меня даже есть такие фотографии ну к сожалению сюда я не могу их продемонстрировать то есть шестиконечный вот такой символ был восьмиконечный вот не знаю я не встречала не могу ничего сказать хорошо тогда посмотрим какие еще вопросы у нас остались незачитанные вопрос эфира от Олега из Черкасской области Марина Юрьевна когда дом строился сколько под хозяина вернее так только под хозяина одного человека а вся остальная семья подключалась к дому уже через него это видимо вопрос о саженах наверное я предполагаю что да да дом строился по хозяину по хозяйской мерке но тут такой интересный момент вот эта мерка как все мужское оно прикладывалось по внешним характеристикам то есть мужчина это ну тот объект который заполняет пространство который наполняет да а женщина она как правило хранит то есть это как раз тот объем который нужно заполнить поэтому женское состояние это состояние внутреннее и сажение имеет такую особенность ну во всяком случае вот та система с которой я сейчас оперирую что сажение ближайших групп отличаются где-то порядка ну по нашим меркам где-то сантиметров на 10-11 если брать такую более-менее гармоничную пару то женщина как правило вот как раз на примерно этот размер меньше мужчины я имею ввиду саженное пропорционирование то есть если дом строится внешний габарит по одной группе по мужской сажене то внутреннее пространство автоматически считается уже по меньшей группе то есть фактически по женской сажене я думаю что сейчас ты получишь в лице феминисток такой укор в свою сторону вот опять начинается наезды на женщин опять женщины второстепенные все для мужиков мужчины под себя все строят а женщины приспосабливаются второстепенные извините пила в доме топор на улице если сейчас это внешнее пространство женское внутреннее ну вот я говорю ну сейчас скажут во первых нас обозвали пилой значит кого-то пили мы ну и так далее какой анекдот у меня товарищи это я обозвал да если вспомнить анекдот старый ну это народная поговорка это не я придумала да но все равно ты ее сказала значит будь добра отвечай так вот и скажут ага нас опять запирают в доме а как же вот эмансипация как же равенство что же это мужики там они могут на улице ходить и могут там делами заниматься и что-то решать а мы что должны в заперти в этой клети сидеть ну кто как воспринимает женский мир он да замкнут на семью но с моей точки зрения это абсолютно правильно вопрос не о заперти а о том желании которая которая есть у женщины если женщина действительно настроена на поддержание лада внутри дома на такое вот хранение своей оберег своей семьи то улица вообще внешнее пространство для нее достаточно агрессивно и собственно спокойнее как бы все-таки замужем ну в общем-то да замуж выходили мне такое впечатление что просто современные осовремененные женщины они не понимают своего предназначения в жизни предназначения своего генетического как у них сложен принцип мышления свои какие-то мировоззренческие устои они просто до сих пор не поняли не поняли для чего они в этот мир пришли что женщина это та которая все-таки рожает мужчина тот который начинает и никак не наоборот и в связи с этим и по-разному подход в жизни проявленный мужчин и женщин и если человек не понимает своего предназначения физиологического в первую очередь потом ментального духовного и морального то в этом случае у него очень серьезные проблемы по жизни возникают и в конечном итоге чем больше таких проблемных людей в роду тем хуже самому роду тем народ быстрее начинает вырождаться вот мне кажется проблема-то вся в этом просто голову-то забили всякой ерундой и теперь все борются за какие-то свои права не понимая что их права это в соответствии своему генетическому месту на земле чтобы не нарушать себя не разрушать свой мир не разрушать свою природу а жить в аду с природой да вот в этом смысле мне очень нравится и я так часто привожу пример такой интересный образ колокольчик из чего он состоит это внешняя вот эта оболочка собственно что является колокольчик и в центре то что колотит его кол кол и кола кола круг кол это вот этот стержень основной вот при соединении двух этих форм возникает звук вот в этой конструкции кола это женщина это пустота которая должна быть заполнена а кол это мужчина это тот кто наполняет тот кто призван отдавать когда вот эти роли меняются происходит то что на сегодняшний день и происходит происходит безобразие то есть безобраза хорошо у нас еще несколько вопросов давай тогда их зачитаем и будем тогда уже подводить логический какой-то логическое завершение нашего сегодняшнего эфира вопрос от Владимира из Калуги от нашего деревянного зодчества особенно деревенского почти ничего не осталось вот именно деревенские дома построены однообразно но и зависело от достатка а его зачастую и не было в деревне есть дом деда обычная изба хочу его восстановить перестроить но и уехать к земле потянуло то что касается материального достатка абсолютно согласна то что мы видим на сегодняшний день сельской архитектуре старой это конечно жалкие остатки и жалкое подобие того что соответствует достойному образу жизни я могу сказать что образцы таких вот правильных домов сохранились только в северных районах там где-нибудь в Карелии в Архангельской области и вот там объемы жилых зданий действительно впечатляют старых домов средняя полоса особенно юг России это ну четкое совершенно отражение как на дне измывались потому что в том чем заставляли жить людей ну это уровень просто скота вот эти микрообъемы это нищета это выкручивание и выворачивание человека просто наизнанку ну это так жить нельзя это не образец для жизни я собираю коллекцию собственно работаю сейчас над типологией русского дома и я могу сказать что тут проявляется очень такая глубокая очень интересная тема ну первое что средняя полоса России сохранила до начала 20 века память о достойном уровне жилья в домах ну зажиточных крестьян или как их называли кулаков в момент раскулачивания эти дома либо переходили к кому-то и тоже были изничтожены либо сохранились в каком-то трансформированном виде но есть целая серия старых фотографий на которых эти дома прочитываются я могу сказать что это достаточно солидные дома момент второй такая достаточно объемная тема даже не знаю с чего начать то есть сельский дом это не единственная форма жилья для русского человека если мы затронем такую объемную тему как варновое устройство общества то я могу совершенно четко сказать я располагаю на сегодняшний день очень интересным материалом о соответствии типа жилья определенной варнии Марин давай сейчас мы не будем на эту тему как бы так замахиваться на нашего Вильяма так сказать Шекспира потому что тема на самом деле очень серьезная мне кажется это надо и серьезно воздать этой теме то есть посвятить отдельный эфир ну это можно посвятить на самом деле отдельный эфир я хочу только сказать о том что вот те микроскопические дома которые на сегодняшний день мы видим в деревнях это жалкое подобие вот все на что человек способен что вот у него было в кармане на что он смог построить вот то он и построил люди выживали но это далеко не образец правильного дома который ну в котором может жить человек достойно объем строения ну по сожженной системе определен достаточно точно это не слишком крупный дом ну и не микроскопические хатки ну на самом деле слово избана означает избавить то есть это люди которые себя избавляли от холода каким-то образом просто выживали вот правильно ты говоришь что когда загоняли в какие-то маленькие объемы это не от хорошей жизни это для того чтобы просто выжить и поэтому вот дальше ты переходили на синяки летом разбредались из этой душной комнатушечки там или эти стеночки разбредались кто куда называется на безрыбье и рак рыба вообще говоря ну того же Красовского если полистать посмотреть у меня как-то вот была такая просьба от одного из заказчиков по Красовскому восстановить избу перевести как бы это все в метрическую систему и попробовать ну просто реконструировать тот дом который там приведен в чертежах так первое с чем столкнулись там без перерубов бревна лежат бревно семь с половиной восемь метров то есть это четыре вот эти казенные сажены ну где мы сейчас такое бревно возьмем так для начала а ведь это был стандарт четырех саженные бревна понятно то есть это вот этот самый клеть не как у нас сейчас шесть на шесть минус перерубы получается там дай бог пять на пять внутренний объем а это извините восемь с лишним метров вот вам клеть то есть конечно просто изменение стандарта стройматериала привело к тому что из восемь на восемь шестьдесят квадратных метров мы попали в пять на пять двадцать пять квадратных метров вот всего навсего изменение стандарта стройматериала да сейчас и качественно стройматериал ты порой не найдешь если найдешь то денег не найдешь на такой материал ну хорошо давай заканчиваем сегодняшний эфир здесь два вопроса еще есть давай наверное я сначала два коротеньких чтобы коротко можно было ответить а потом уже в заключении один такой где можно чуть-чуть поразвернуть несколько минуток значит вопрос в эфир от Олега Изерковска Марина Владимировна этимологию слова зодчества в вашем понимании расшифруйте пожалуйста как пишут или как я понимаю ну в своем понимании мне нравится такая трактовка которую предложил Владимир Иванович Говаров зод в цифровом изображении это 309 так вот 309 это одна из пропорций золотого ряда это пропорция как раз зодчего то есть если так вот трактовать то зодчий это человек знающий правила знающий идеальные пропорции хорошо здесь Василий Васильевич сбросил фотографию домов которые в районе Архангельска находятся вот они на избушке не похожи это настоящие достаточно обстоятельные крупные дома да это настоящие хорошие красивые постройки приспособленные для именно жилья жития а не выживания Василий Васильевич не забрасывай в таком большом объеме вот две хватит тут оставь чтобы люди любовались дальше и еще сейчас вопрос сейчас многие люди задумываются о переезде в деревню ближе к природе при строительстве дома возникает множество вопросов так или иначе со всеми этим делом связаны какие информационные материалы знания можете порекомендовать чтобы охватить все вопросы хочется построить образцовый дом своими руками мне кажется самый простой здесь вариант Василий Васильевич спасибо не сбрасывай больше благодарю самый простой вариант это прийти тебе на семинар или ты можешь сейчас прикидывать буквально на пальцах несколько книг которые можно прочитать и сказать вот эта информация для начала будет хватать то что касается традиционного дома в обычном скажем так советском понимании эта информация довольно куция не очень много и в учебниках по архитектуре как правило на объяснение что есть такое традиционное жилье там буквально 2-3 странички из достаточно крупных томов поэтому отсылать вот к таким учебникам на сегодняшний день не очень рационально более того я скажу что вот тот материал который я собираю на сегодняшний день дает целое такое ну можно сказать новый вид информации и размышления на эту тему которые в такой вот в открытой литературе я до сих пор не встречала вот те картинки которые сейчас в чате вывешены я могу сказать что иллюстрирует два принципиально отличных типа дома и вот эта типология она еще раз говорю привязана к варновому устройству общества и для того чтобы понять какой собственно говоря тебе дом нужен сначала надо разобраться с целым перечнем вопросов поэтому отсылать какой-либо литературе я даже затрудняюсь именно с той позиции что я на сегодняшний день располагаю достаточно интересной информацией скажем так пока широко не опубликованы в общем проще скажем приходить к тебе на семинары и ты все расскажешь и покажешь наглядно хорошо здесь еще такие реплики поступили я Гриша написал а Задорнова говорил что изба слово избаненное то есть теплое а Лик написал а Сундакова слышали что изба избыть вот как хотите так и трактуйте но только те избы которые сейчас избы это скорее всего избавление от смерти а по-другому тут трудно что-то назвать хотя есть и теплые согласен с тем и избы тут слово есть так что трактовка любая может подходить и в заключение давай еще вопрос я прочитаю который относится к нашей теме по писанкам вопрос от Владимира Изматищ Марина Юрьевна я человек технической направленности подсознательно чувствую что закон сохранения в природе все-таки соблюдается и если писанка положительно влияет и гармонизирует пространство вокруг себя то в каком месте пространства вселенной или в каком мире наступает дисгармония и отрицательное воздействие мне кажется тут надо с обратной стороны рассматривать если у вас есть какая-то дисгармония то писанка это как раз тот момент тот элемент который помогает выровнять то есть дисгармония это вы сами хороший ответ такой правильный ну что ж давай заключение тогда уже будем говорить какие-то хорошие добрые слова нашим радиослушателям что-либо желать от себя может быть по теме эфира что-то дополнить захочешь пожалуйста предоставляйте для этого микрофон ну я хотела бы всем слушателям пожелать изумительных и радостных открытий в новой сфере которую я сегодня кому-то может быть вновь приоткрыла для кого-то может быть она отчасти была известна то есть та тема с которой вот по ходу моих занятий темой стала мне ведома для меня явилось просто открытием я ну огромной радостью и с большим интересом окунулась в этот достаточно новый интересный для себя мир узнала какие-то настолько неожиданные вещи которые меняют очень многое многие позиции понимания и мироустройства в том числе и вот я желаю всем кто меня слышит самостоятельно попробовать пройти по этой же дороге то есть прописанку не надо слушать не надо смотреть ее надо делать и тогда через вот эту практику прописывания через практику просто делания приходят какие-то новые осознания вот я желаю вот этих новых осознаний радости и гармонизации всей своей жизни благодарю теплое хорошее пожелание от себя скажу что послушали ушками похлопали а теперь берем в ручки яички садимся и расписываем их потому что практика это самое лучшее что может быть на земле слушать можно бесконечно кого угодно и что угодно даже самого великого если человека будете слушать вы от этого великим не станете до тех пор пока сами не начнете становиться великим на практике в мыслях в делах в умыслах чаяниях своих и так далее в намерениях напомню что сегодня у нас 4 февраля 2015 года четверг по одному из современных календарей по одному из старинных 14 день месяц в юг из Тужи 7524 лет и седмица мы говорили про русское зодчество как отражение мировоззрения народа главной ведущей у нас была Макарова Марина Юрьевна архитектор практикующая ведущая интересные семинары так что не упустите возможность все записывайте зарисовывайте о чем говорилось а еще лучше обращайтесь непосредственно к носителю знаний и мне остается с вами только попрощаться пожелать вам всего самого самого доброго с вами был Народное Славянское Радио до новых встреч услышимся Народное Славянское Радио для пытливых умов субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok